А мы с вами, значит, коснемся темы «Время ли покидать города?», и опять же, вот есть полная версия той, тоже есть об этом ссылка у вас в Facebook и YouTube, поскольку я буду ссылаться на ряд документов, которые есть смысл спокойно прочитать полностью. Здесь будет представлена сокращенная версия, однокомедительная. И эта тема начинает с цикл выступлений под названием «Критическое мышление». В ходе этих бесед мы будем говорить о том, как справляться с информационным давлением нашего времени. Почему сейчас мы начали об этом говорить? Потому что карантин, он, с одной стороны, закрыл людей в домах, вызвал у людей, скажем так, повышенный интерес к информации, потому что мы следим за тем, какая ситуация с болезнью, есть ли вакцина, как себя вести. То есть люди стали больше обращать внимание на свет информации по той причине, что они используют в жизни какие-то скользкие, критические ситуации. И поэтому, естественно, что растет осведомленность людей. Это хорошо или плохо? Это только хорошо, только хорошо. Сегодня говорят исследователи, что любое образование лучше, чем никакое. Любое образование лучше, чем никакое. Любая информация лучше отсутствия ее. Но это значит, что наряду с осведомленностью, что люди действительно стали больше разбираться в жизни, они в курсе событий, также какой-то процент нарастает и шума, какого-то информационного заблуждения, предрассудка, прямой лжи, какого-то вброса, сплетен, непроверенная информация. Это естественно. Значит, мы совершенно, еще раз подчеркну, я сразу хочу подчеркнуть, что я совершенно категорически против постановки вопроса, что сегодня нужно все выключить, куда-то спрятаться и куда-то вести. Друзья мои, это мышление стратусом. Это по определению неправильно. Поэтому мы с вами должны принимать на себя бремя взрослой жизни, которая является бременем ответственности. И не просто прятаться или говорить, что кто-то за меня решит, Бог усуществует, не отходя. Мы должны быть взрослыми людьми, которые с этим всем справляются и мы можем справиться. Бог нас этому учит. Поэтому в частности мы говорим о том, что информационное давление возрастает, возрастает насыщенность информацией нашей жизни. Сегодня говорят о том, что один выпуск газеты New York Times содержит в себе больше информации, чем крестьянин английский 17 века получал за всю жизнь. За всю жизнь. А эта газета выходит несколько раз в неделю. Означает ли это, что мозги не выдержат, взорвутся или нет? Нет, абсолютно. Человек демонстрирует удивительную способность потреблять больше информации. То есть люди сегодня действительно стали намного, в разы образовывать. И это помогает нам ориентироваться в этой жизни, действительно находить лучшие работы, строить свою жизнь. Скажем так, действительно есть очень много доказательств того, что эта система работает. Но, однако же, есть какие-то поправки, которые тоже нам полезны на них относительно. Немного о себе. Я доктор наук по социальным коммуникациям, профессор. С 2004 года работаю на капитале журналист единственного украинского вуза, который 7 лет подряд входит во всемирный рейтинг лучших университетов мира. С 2015 года работаю редактором службы новостей в видеогруппе «Надив». В мои обязанности входит редактирование новостных лет обоих официальных сайтов Адвитийской церкви в Украине и известной вам, я уверен, еженедельной аналитической телепрограммы «Вести на день». 2006 года являюсь владельцем и редактором интернет-газеты «Путь», автор двух научных монографий, двух печатных корочков дональских текстов, десятков статей в профильных научных журналах, Украина, Россия, Чехии, Болгарии, США, Россия. Зачем это похвальмал? Брат, ты же начал не с тобой, правильно? А о том, что я, друзья мои, буду в ходе этих бесед говорить о том, в чем я претендую на экспертное знание. Я единственный, насколько мне известно, представитель протестантских церквей на постсоветской пространстве с квалификацией такого. Поэтому я хочу, чтобы мы здесь немножечко настраивались на то, что я буду говорить вещи, в которых претендуют на то, что я разбираюсь. Это больше, чем просто мнение. То есть я хочу, чтобы мы немножко, опять же, это все вопросы критического мышления. Когда, скажем так, чтобы мы, например, вопросы о прививках не собирали на рынке способом опроса торгов. Ничего не имеют против тети Мани, Клавы и Маши. Но они в вопросах прививок не имеют ни малейшего кода. Друзья мои, ни малейшего. И горе нам, если мы такой важнейший вопрос, решаем таким образом. То есть мы ничего в этой жизни не поняли. Поэтому мы сегодня вспомним базовые принципы критического мышления, рассмотрим небольшое журналистское расследование на тему оставления городов, и затем прокомментируем этот вопрос. То есть мы берем конкретную какую-то тему практическую, да, и ее разделим. Год назад, весной 2020 года, на трансляции Витника Тарбиняна я уже разбирал тему критического мышления во время коронавируса. И в той полной версии я дал ссылку, там есть ссылка, можете посмотреть. Я здесь буквально кратко повторю. Сталкиваясь с сообщением, чьи сведения трудно проверить лично, то есть есть вещи, которые, ну, элементарно, правильно тебе говорят там. Сегодня, жена говорит, да, садишься ты обедать, он говорит, сегодня дорогой борщ не получил. Это что такое? Кислый. Но в этом случае, в принципе, эксперт может и что? И не нужен, правильно? Садишься, ложку донес до рта, и, в принципе, ну что, свое мнение составит. Но когда речь идет о таких вещах, как масонский заговор, понимаете, да? 5G, золотой миллиард, понимаете, да? Билли Гейтс, который лично намеревается там уничтожить половину человечества при помощи прививок, мне почему-то кажется, что вся эта информация совершенно недоступна никому из нас на практическом уровне. И мы не можем ее проявить. Я не знаю, у кого там на горячей кнопке Билли Гейтс, но у меня его нет. Поэтому очень важно, если мы вот сталкиваемся с такой удаленной информацией, которая претендует на такие, космические выводы, типа там вымирания половины человечества. Вообще, как бы, ну, уметь, ну-ка, и знать, как к ней подойти. Поэтому основа критического мышления может быть начало с такого принципа. То есть, когда у вас приходит, вам сообщение, неважно, вам сосед как раз сообщает, вы смотрите в Ютьюбе анонимный ролик, который начинается, ни подписи, ничего, сразу такой, раз, вы говорите, а-а-а-а! Привет, тебе это плохо! Вы начинаете с того, что рекомендую. Посмотреть на такие пункты. Первый, источник его, второе, автор, и третий, стиль сообщений. Большой объем информации всегда лучше маленького. Почему? В большом материале больше чего? Больше фактов, в любом случае, да? То есть, чем больше фактов, тем больше есть, что проверять. Правильно? То есть, можно о чем-то говорить. Вот я специально готовлюсь к этой теме, приобрел такое замечательное издание, называется «Интересная газета». Правда, я купил только, чтобы показать, я такое не читаю. Вот, я хочу, так, чтобы пока постановить, чтобы вот мы, ну, почувствовали, потому что, я же говорю еще раз, да, мы несем ответственность, я хочу, я в этом убежден. Независимо от того, ходим мы в церковь или нет, верим мы там в Белогейца или нет, или в Деда Мороза, мы несем ответственность за то, чем питается наш Бог. Вот мы смотрим сюда, да? Мир загадочных и тайных явлений. Видите, да? Мир непознанного. Вот, заголовки. Чужие. Зачем они на земле? Человек из далекого будущего. Секта – это выгодный бизнес. О! Тайна, которую попытались скрыть, жить надо праведным трудом. В библиотеке древности копилка знаний сильно опустила. Если в доме есть тема номер, может быть, у кого-то из вас появляется свисходительная улыбка. Все было бы хорошо, если бы подобную книжечку, газетку только пожестче. Мне не принесла несколько лет назад праведная администрация. Савинтова. Переворачивала страницу, волосы так поднимались все выше и выше. А на лице у меня вот, брат Максим, есть вопрос. Вот. Поэтому, друзья мои, вот как бы это, как вы считаете, хороший источник? Нет. А почему, конечно нет? Ну почему, так и выше, источник степла будет. То есть, друзья мои, он хорош только в том случае, если у вас нет больше доступа ни к чему. Тогда, ну хотя бы мы тренируем русский язык. Понимаете, да? И то, я вам хочу сказать, да, вы знаете, тут как бы стиль, вот, например, в заголовке здесь ошибка. Понимаете? Это видите, да, в каком масштабе заголовки? Целые страницы. Это не вот тут, я тут не читал. Это так вот, ну, пролистал, как бы, на расстоянии, под себя держал. Вот. То есть, о содержании я уже, ну, не говорю. То есть, как бы, вот. Противовестоي это вот, да, вот такая скучная вещь, которую наверняка никто из нас читать не будет. Том научных работ. Знаете? От них призproфи, это вот Харьковское историко-филологическое общество. Фу, скажете, зачем вам, а мне надо? Я же вот этим читаю. Понимаете? Здесь же апелигенций, ни слова. И вот мы видим, да, какой номер, какой, видите, сколько букв, много. Читать не перечитать, это ж можно, что, устать, это ж руки устать, листы, пальцы, вот. В чем тут проблема? Примечания, видим, да? Списки литературы, информации об авторах, очень четко здесь написано, кто что написал, кто все эти люди, это важно знать или нет? Кто вот эти люди, я не знаю. И они не собираются себе ничего этого писать, и никакой ответственности за сказанное врать не хотят. Друзья мои, никто, никто, ни один скульпурный человек не подаст на эту газету почему? Да потому что ни один суд не примет иск, понимаете? Он скажет, мужчина, что вы за промокарку понесли? Вы что, вы не видите, что это не источник информации. Это желтая пресса, которую читает утомленный жизнью дачник в электричке, правильно? Когда едет. А что и с тем, чтобы завернуть бутерброд на обратном пункте? Всем это понятно? Или я, ну как бы, кстати, можем завозить? Может быть, нет. Может быть, ну, для кого-то это альфа и омега, понимаете? Но я хочу показать вот эту разницу. То есть вот это, вот это, оно может быть, иметь сколько угодно недостатков, но здесь есть, как бы, заложены те механизмы, которые позволяют нам проверять информацию. Здесь авторы сознательно рассчитывают на то, что читать будет скептик, понимаете? Человек, который задает себе вопрос, а точно ли это? Так, здесь этого никто не зазарит. убираем. провокацию эту, теперь, итак, вот три главные мысли, с которых мы стартуем, это источник, мы пытаемся определить, По статусу и компетенцию автора, кто это такой, то есть он признанный человек, это человек, которому доверяют, есть какие-то признаки того, что ему доверяют, То есть он, как бы, ну, его делегировали на это, ему считают, как говорится, специалистов в чем-то, или же нет, это самозванец, какой-то, и, наконец, как эта информация оформлена, то, что мы говорили, да, анонимный ролик в ютюбе, ни подписи, ничего, а, вот какой-то такой вот крик, бездоказательность, ни ссылок на источники, ни доказательств, только какой-то вот расчет на то, чтобы я, что сидел и боялся, я эмоциями, мне нужно вызвать у меня сильный эмоциональный всплеск, и на этом все, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, больше ничего, поэтому вот такое вот, теперь маленький, маленький пример журналистского расследования, в апреле 2020 года, в мессенджерах стали рассылать информацию, сообщения о латиноамериканце, который в связи с пандемией коронавируса, призывал админтистов переезжать все, получали такое? Нет, вы счастливые, а я вот, к сожалению, уже информированный человек, понимаете? Это меня и такое, для моего слуха долетает. Читаем. Тут же текст без прав, читаем подряд. Дорогие братья и сестры, говорит Даниэр Кукар, профессиональный журналист, директор админтистского радио в Аргентине. Серьезный человек, правильно представился же, да? Так, читаем. Я бы хотел сказать, что эта пандемия пройдет, поскольку это всего лишь репетиция для того, чтобы узнать, как реагируют мир на критические ситуации. Далее настанут действительно тяжелые времена. Используйте этот карантин для того, чтобы серьезно планировать наш выход из городов прямо все. Время выхода из больших городов в маленькие уже прошло. Интересно. Ну ладно. После этого кризиса придет короткое время спокойствия, которое обманет большинство, внушая людям, что настанут лучшие времена. Но этого не случится. Все прошедшее, происходящее сейчас запланировано для того, чтобы вести людей в заблуждение, удерживать людей в городах. Как вы сейчас видите, как это просто запереть людей в домах и контролировать их. Можно не закарать, конечно. Вас физически кто-то в вашем доме закарал, когда пандемия началась? Не, ну можно было погулять, конечно. Заболеть несколько месяцев быстрее. Спасибо. Ну, я не знаю, кого-то штрафанули. Ну, вас лично же нет. Правильно. С 30 миллионов, конечно. Поэтому нельзя сказать, что так уже было невозможно там выйти. Мне кажется, этот человек одержал. Прежде всего, здравый смысл и нежелание болеть. Там жестче куда? Это не такие, как у нас здесь раньше. Не упустите такое короткое благоприятное время после карантина для продаж и ваших городских домов и покупок земельных участков в отдалении. Заранее просите Бога в молитвах, чтобы он выбрал вам соответствующее место. Выходите маленькими группами родственников или друзей не меньше десяти, но не больше двадцати пяти человек. Читайте, изучайте все возможное и сверхотечество их жизни, пока это еще возможно. И знайте, что эта жизнь очень сложная. То есть, я подозреваю, сельская. Но вечерое звездное небо, оно стоит того, как стоит того общения с Богом и выживания наших родных и близких. Ищите, стройте дома простые, но с хорошей теплоизоляцией. Позаботьтесь о том, чтобы у вас был собственный источник воды, голодец или ближайшие лучи. Максимально поставить, чтобы установить источник солнечной энергии. Все члены группы должны работать на земле. Если на земле, которую вы купите, растут фруктовые деревья гораздо лучше. Если же нет, сажать. То если кто из вас знаком с артикультурой, пчеловодством, стройки улья, можно завести некоторых домашних животных, как одну, две отцы или коров, чтобы щипали травой, добавили шерсти молотком. Желательно было бы, чтобы в группу собрались люди с разными навыками для работы руками и знанием видеть. Не обязательно, чтобы участок был далеко от маленьких городов, поскольку в городках вы сможете приобретать инструменты или другие вещи. И более того, будет возможность проповедовать. О! Вот на этом этапе человек вдруг заметил, что как бы не только нам нужна жизнь свою спасать, а у нас еще какая-то жизнь поверхность. Правильно? Еще, кажется, церкви проповедовать надо. Так, оказывается, это лучше всего начать с хуторов каких-то. Понимаете? Тут у меня вопрос. Кто? Вот адвентисты здесь представлены... Когда? С начала XX века, да, наверное, живут в Харькове, да? Вот вопрос, мне интересно. Какой процент сейчас адвентисты? Людей вообще слышали когда-нибудь об этом? Ну, надо начать с хуторов. Так. Ну, я же, понимаете, я же пытаюсь осмыслиться, когда мы говорим о критическом мышлении. Так. Возможно открывать маленькие церкви в ближайшем селе. Программы на радио. Потому что они у нас уже есть. Но для этого, кажется, надо убежать и убежать в хутор. Распространять свое христианское влияние. 5 километров от сел было бы как раз. Так что не теряйте время, дорогие братья и сестры. Поскольку когда во всем мире начнется тотальный хаос, гораздо будет сложнее. Служим так. Ну, в общем, понятно. Там дальше как бы... Опять же, подписывайтесь на канал. Друзья мои, как вы считаете, что я, получив такое сообщение, начинаю с ним делать? Ваши версии? Ну, я начинаю расследовать. Совершенно верно. Понимаете? То есть, я думаю, что не стоит ни в панику впадать, и не стоит рассылать всем подряд. Поскольку мне, вот, ответы на эти вопросы у меня что? У меня их нет пока. Я не знаю, откуда это все. Я не знаю, кто этот человек. Действительно ли он тот, из-за кого себя выдают. Каково его, какое мнение о тех людях, которые его знают. Какова его репутация. Адекватен ли он? Существует ли он, или это какая-то кукла, спасибо ли. Это же тоже бывает. Есть понятие, deep fake. То есть, когда полностью придумывается вся история. Вся история придумана. И человек такой, да, все, я же вижу. И пошло. Понимаете? Вот так всем. В каждую группу адвентистскую. Обижать все. Братья, сестры. А врал. И пошло. Понимаете? Нагнетать. Я не начинаю. Я начинаю с того, что я не начинаю это сообщение пересылать всем подряд. Понимаете? Вот это, вот как бы, я только свой опыт расскажу. Поскольку это отрывок чего-то большего, то мне нужен источник. И так как источник мне пока не доступен, я начинаю искать того автора. Ну, он же ты себя представил. Правильно? Он себе представил. Я начинаю искать. Я отдаю себе отчет, что в Аргентине человек на русском языке писать не будет. То есть, значит, когда вы видите в интернете ролик, в котором на русском языке идет открытое обращение к руководителю Всемирной Церкви Теду Уилсону, вы знаете, что это либо наивность, либо фейк. Потому что Тед Уилсон пользуется каким языком? Английским. Значит, ну, как минимум, если эти люди трудятся ему, к нему обратиться, надо не ролик туда справить, потому что расчета там на самом деле, чтобы вас бивать, а не Теда. А Теду писать. Хорошо. Ладно. Нахожу статью, опубликованную тоже 3 апреля, адвентистского пастора до пенсии, где он критикует миссионера Дэвида Гейтса. Слышали такого, да? Слышали? За то, что Альберта считает нагнетанием эмоций на тени последнего сезона. Списывая с Альберта по электронной почте, задаю свои вопросы. Полные тексты, здесь вот, и в той ссылке, которая здесь у вас. Дальше. Значит, еще автор, да? Нахожу критиковые взгляды. Нахожу профиль Даниэля Кукара в соцсети LinkedIn. Я не уверен, что все из нас знают, что такая я есть. А он там. А в Facebook его нет. Да, написано, что он журналист и проживает в Аргентине. Похоже, правильно? Похоже. Пишу ему туда и на почту, задавая вопросы по поводу критики его, его партнера Дэвида Гейтса со стороны, как Альберта Трейера. Так и я знаю, что Дэвида Гейтса критиковал на сайте генеральной конференции известный, я надеюсь, всем вам, евангелист Марк Филлин. Марк Филлин, кто его слышал? Да. Это человек, например, автор той же миссионерской книги Гона, которая уже, мы понимаем, статус какой-то у человека есть. Ему доверяют, ему книгу опубликовали, что в официальном издательстве, церкви. Понимаете, да? Он имеет какое-то доверие. Кто-то считает, что Марк Филлин точно какой-то человек. Ну, адекватный. Ну, что-то такое говорить, ну, похожее на правду. Кто эти люди, я и что? Я их не знаю, может, они праведнее Марка в пять раз, но я их не знаю. Значит, мы всегда должны двигаться от известного к чему неизвестно. И я знаю, что Марк Филлин критикует на официальном сайте генеральной конференции. Хорошо, движемся дальше. Но я при этом нахожу в этом письме ссылка на программу Адвинир в боливийском телеканале Дэвид Экинс. Подключаю Даниля Кухара до экспертного комментария в прямом случае. То есть журналист советует всей церкви, как ей действовать в такой ситуации. То есть, наверное, у меня оригинал сообщения уже попал. И еще одно действие движения. Вот этот скриншот. Мы видим, да, вот этот человек подключен. Вот каранье справа в этой картинке. И мы видим, вот он в черном костюме в галстуке. Это Дэвид Гейт. И посмотрите, какие у них лица. Так ты шо? Умный человек, говорит. Еще раз говорю, я со всеми этими людьми пообщался. У меня никому нет из них предвзятости. Я лишь показываю вам ситуацию. Так вот, как я ее реагирую. Я уверен, что дальше такого будет больше. Почему? Ну все мы онлайн сидим, мы умеем писать и что? И читать. Одни пишут, другие читают. То есть здесь надо приобретать какую-то в этом плане квалификацию. Хорошо, понятно. И тогда чего у меня в этом ситуации мне не хватает? Я слушаю теперь, связываю с Сашей. Я задаю ему вопросы. Я даю ему возможность высказать. Потому что сказано библика. Если у тебя есть какой-то спорный вопрос, обязательно что? Тщательно выслушай. Дай всем слово. Не суди вот так вот издалекацию. Тем более интернет все это позволяет. И, наконец, я получаю официальный комментарий церкви. От кого? Кто это официальный церкви? Куда я обращаюсь? Как вы? Генеральный. Не, ну генеральный, кажется, это как-то многовато. Они могут и про этого в Украине знать. Везет тоже какой-то большой масштаб. Аргентина. Аргентинский у него. Ну, конечно. Вот это масштаб для того, чтобы, ну, человек, который претендует за то, что он работает на администском радио, значит, это уже не человек уровня, только лишь местной общины, потому что я бы искал его пастора. Понимаете, да? В этом все надо разбираться. Если вам лень что-то доделать, какой короткий путь? Иногда. Просто не пересылайте никому, не придавайте неизвестным сообщениям никакого значения. Но если вы желаете, если вы действительно хотите мнигнуть, надо идти длинным путем, а не вот этим вот. Длинным путем. И так я связываю с унионом, и через полтора месяца унион считает нужным мне ответить. Приходит письмо на испанском языке. К счастью, оно в электронном виде. Поэтому я его ставлю куда? В гугл-переводчик. Я его читаю. Я могу быть уверен, что там... Ну, я полностью хорошо перевел. Нет. Но общую мысль, наверное, я взял. То есть вот механизм. Значит, какие выводы я сделал из всей этой истории, друзья? Уверен, что дальнейшие попытки разобраться во всем этом оказали бы новые повороты и подробности. Вот, чтобы добыть эти сведения, понадобился целенаправленный поиск, полтора месяца времени и переписка на двух лет. Тут плохо переведенный отрывок из комментариев Украина. В прямом эфире показывает его личный взгляд на крайне обширные и запутанные вопросы. Понимаете? Он так поднимает вопросы биологического оружия, он уверен, что оно именно все так, что коронавирус это специально сделанный разведник. Друзья мои, ну я, например, не уверен. Я вполне могу быть, доверять ему, может быть, в одной части его сообщения, а в другой у меня очень большой. То есть Кукаро явно не глупый человек. Он о себе там, я все здесь вам перевел, опубликовал. Он о себе рассказывает, ну, как бы, такие титулы, что он будет здоров. Он якобы работал как журналист или там в пресс-кульзбе двух министров внутренних генерал-аргетингов. Если так, то это, ну, человек очень правильный. Но является ли он богословом? Нет. Его церковь делегировала, чтобы выражать его взгляды? Нет. Тогда какие вопросы? Тогда получается, по отношению к вакцинации он баба Клава. Преповесем уважение, уважаемый Клава, прекрасное имя. Но никакой квалификации у него, чтобы об этом судить, нет. Поэтому, кажется, что я делал с этим сообщением? Я оставил его там, где он был. Вот оно пришло ко мне в этот почтовый ящик. Вот там оно по сиденью лежит. Все. Я его никуда не двину, я его не публикую, я не занимаюсь тем, чтобы переубедить кого-то. Друзья мои, это все равно, что пытаться ложкой вычерпать эфир. Позвольте людям иметь свои, их личные средства. Каждый, значит, что-то считает, это хорошо. Но у нас, я вечно собираюсь отвечать за свою собственную жизнь. И буквально пару комментариев в заключении, именно по теме оставления города. Я уверен, вы слышали, что существует такое мнение, движение, мода, направление о том, чтобы призывать адвентистов уезжать из городов, не в городах, вот так вы говорите, из городов, куда. Я знаю, но я сразу обозначу свою позицию, внимание. Я сказал, кто я. Заметен, да? И сейчас я сразу обозначу свою позицию. Я против этой идеи. Все слышали? Я предвзятый. Я считаю, что по умолчанию обычному адвентисту никуда ехать не надо. Потому что обычный адвентист никакому переезду не готов. Я это говорю в прямом эфире, друзья. Если кто-то думает, что просто так вот человек прожил всю жизнь, привык к другому образу жизни, сейчас куда-нибудь перебежит, и там будет легко и хорошо, это ложь. Это не так. Я благодарю. Мы видим сегодня, что люди едут. Люди едут, правда? Молодежь едет или нет? Куда? В большие и далекие города. Едет? Ну, конечно. Едет массово. Массово едет. И чем как раз ближе к селу, тем процент уехавшей молодежи больше. Если вы посмотрите социальный состав общины в селе или состава общины в Киеве, вы увидите большую разницу. Молодые, перспективные семьи, это будет трудовая миграция, которая... Потому что там есть что? Там есть работа. Они туда поехали, потому что они хотят жить, ну, как минимум, не хуже, чем жили. А те поселки, которые... Или села, в которых они находятся, их не устраивают по какой-то причине. Я их буду судить? Нет. Они едут ради денег и свобод. Есть другая тенденция, правильно? Вот которую затронули. Есть пенсионерки, которые хотят к земле ближе, ради тишины и покоя. У меня хорошее желание, друзья. Ну, кто же им скажет? Это же прекрасно, правильно? Когда птички поют, и, кажется, посидел какую-то... Да, посидел какую-то что-то там, и смотришь, как оно растет. Но маленькая подробность какая? У меня вопрос. Как вот это переезды ради денег или тишины коррелирует с чем? С проповедью Иван. Вот это у меня только это. Я не собираюсь, я понимаю прекрасно, меня никто не будет слышать. Люди, которые вознамерились твердо уехать за бухгар, они туда все равно уедут. У меня только один вопрос. Только один вопрос. Где, вот в этом вашем плане, великое поручение Иисуса, вы уверены, что оставил вашу общину, которая и так кашляла, и переехал куда-нибудь? Где вы даже буклет не можете вынести за чужбиной из дома. Почему? Потому что в одном доме живет человек, говорит, куртариканец, за ним живет австралиец, за ним живет индонезиец, а за ним живет китайец. Вы буклет не, вам не там. У вас будет языковой барьер. Еще раз говорю, это как бы, ну, хотите ехать, нужно ехать, езжайте. Вопрос где-то. Поэтому, вот как бы, буквально-буквально в завершении пару-пару мыслей по поводу Иисуса. Матфея 24, 15. Говорил ли Иисус о переезде? Говорил ли переезде? Или нет? Говорил, конечно. Вот давайте место прочту. Когда вы видите мерзое запустение, реченую через пророка Данилу, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в устье и до сих пор. И кто на крови, тот Данис ходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот Данис обращается назад взять одежды свои. Говорил ли уже беременным и питающим соцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство вашей зимой или в субботу. Ибо тогда будет великая скорбь, какой и не было, от начала мира до нынья не будет. И если бы не сократились в те дни, тогда не спаслась бы никакая скорбь, но родились брады сократят. Друзья мои, кажется, может быть я не прав, я вот представляю на ваш суд, я буду осторожен, потому что когда я здесь уже подаю вам библейский материал, я все время делаю поправку на то, что вот здесь очень может быть, уже в этом объеме будут люди, которые больше подготовлены к своему образованию, опыту, к своему образованию, чтобы читать библиотики как столкновать. Мне кажется, что речь идет в словах Иисуса о временном, экстремальной ситуации побега, а не о стационарном переселении ради основания церкви, воспитания детей или выворачивания вещей, как в моток. Я так увидел. Потому что дни короткие, потому что будет конкретная совершенно причина, мерзие запустения, и люди будут бежать в таком ритме, что даже, помните, вы прочитали, некогда будет спуститься сверх от дома, одноэтажного, забрать вещи из дома. Пардон, это чуть другое. А что говорила Эллен Вайт, потому что именно ее всегда здесь сочетают. На ее работах основана эта идея. Она говорит, как кажется, насколько я мог вникнуть, о причинах переезда по двум, по двум, таких, ради детей, потому что она считает, что за городом лучше обстановка для воспитания, и ради миссии. То есть, это значит, что какой-то населенный путь, не обязательно село, например, город, не имеет еще общины адвентистов. И поэтому, если найдутся желающие, миссионеры, то церковь их туда направляет, с какой целью? Там общину создать. Заметили, да? В городе, в селе создать первую общину. И ее бы желательно еще что потом? Ну, как-то же поддерживать, правильно? Мы же знаем о том, что не ад, что-то. Ну, я же, друзья, я же, как бы, давайте по очереди, да? По очереди. Вот. Но, она же сама говорит, что в тех городах, куда вы переезжаете, должны быть рабочие места. Либо, другой вариант, туда переезжает, грубо говоря, община готовая адвентистов, которая эти рабочие места создает. создавая там предприятия здорового питания и так далее. То есть, люди основывают коммуну, грубо говоря, свой хутор и такое, ну, замкнутое, грубо говоря, на себе хозяйство. Но это не один человек, который в преклонном возрасте продает квартиру в доме, которая была заработана и получена ее мужем, едет в какое-то село, где ничего создать не может. Но вернуться потом тоже не может, потому что поменять ее квартиру на тот дом могли, а назад уже никто не хочет. печку топить. Друзья мои, если вы говорите о селе, как о месте, где вы купите комфортабельный дом, не требующий капитального ремонта в ближайшие пять лет, и там будет газ, хотя бы холодная вода электричество, то это не село. Это не село. Это очень хороший поселок. Или небольшой город. Потому что я в 30 километрах от города у моих родителей есть дача. В прошлом, весьма в большом селе, в хорошем месте, рядом с трассой. электричество выключают посреди бела дня просто так. Поэтому как бы, ну, немножко. Поэтому если есть сильное желание, ну, как бы, вместо проповеди Иван или теперь переключиться на бытовые проблемы и жестко выживать много лет, ну, это можно сделать и просто так. Причем тут проповедь Иван где-то. Поэтому мне кажется, что спешка в этом вопросе не рекомендована. Я так мягко говорю в заключении. И самую большую ошибку, которую может сделать здесь ответить, на мой взгляд, неподготовленный, это что сделать? Продать свою городскую недвижимость. Потому что вот это то движение, которое, скорее всего, назад уже вернуть не получится. Я знаю такую семью. их пригласили на служение. Они продали у себя в городе свою квартиру. Ожидая что-то такое, деньги проели, ожидали, что церковь им что-то даст замен. Ну, и понимаете, да, как бы, люди потеряли жилье, то у них никто его не забрал физически. Они потратили эти деньги, ну, они остались у них. Но время идет, как бы на горизонте ничего, и это не добавляет им душевного покоя качества жизни. Поэтому события Евангелии начинаются в пустыне, где-то заканчиваются где? В городе каком? Иерусалиме. События и деяния постельских начинаются в городе каком? В Иерусалиме. А заканчиваются в городе каком? В крупнейшем городе дошнего мира Риме. А события в Пениве Откровения начинаются где? В пустынном островке Патмос, а заканчиваются где? В огромном, в огромном городе где проживает великое множество стран. Я траекторию как бы вижу. Она по-моему такая. Поэтому город это не только зону и добро. Это люди, которые нас посылает Господь. Поэтому если вас тянет переселяться, то можно попробовать менее рискованный вариант. Он называется краткосрочная миссия. Знаете, да? Это значит поехал и точно знаешь, что вернешься. Такого очень много есть. Вот эти как раз мормоны, которые здесь упоминали, это все студенты богословских университетов, у которых уже оплачена учеба, и у них уже, грубо говоря, жизненная перспектива есть. Они получили половину образования. Понимаете, да? И вот типа, но еще нет семей. Они здоровы, и вот теперь они среди вот этой, грубо говоря, обеспеченности, вторной дороги своей жизни, им предлагают там полгода или в год взять академический отпуск на полном содержании своей церкви. Чувствовать, что это за катерин, понимаем, да? То есть им не нужно думать, где они живут, что они кушают, что надевают. Это все им дают, ее обеспечивают. И тогда они полностью году так плотно посвящают тому, чтобы разовосчетки такие, довольные, ходить с с дачками по нашим улицам и чего-то там рассказывают. В том числе адвентистам на пляже. Понимаем разницу, да? И точно так же это я вижу в адвентизме во многом. То есть те же самые поступают молодые люди у нас в Басковское учебное заведение, их на многие места возят, они поют с хорами и там ну а у них уже что? Какое там жизненаправление? Это молодые люди, у них есть силы здоровья. И то я вам скажу. Я сам преподаю в УАТИ, это наш ну как считайте семинарик. И когда кажется там тоже перегрузки свои, вот был только один такой случай, ехали, возвращали и должны были вернуть после миссионерского воскресенья концерта, а у меня в субботу утром у них пара. Поломался автобус, они приехали под утро. Как они себя чувствовали на занятиях, друзья? Вы понимаете, да? Они пришли такие, повергли мне в этот как он... Понедельник, спасибо, спасибо. Понедельник утром. Вы же, друзья мои, тема какая критическая, мысли не слушайте меня, как речка течет, а поправляйте. Спасибо. Понедельник утром. Конечно, они пришли вот такие вот, качаясь, понимаете, мне говорят, преподаватель, надо что-то решать. Ну, понятно, что в этот день у нас никаких уже пар с ним толком не было, там полчаса, я их отпустил спать, потому что это все нагрузки, друзья, это все нагрузки, ибо отработать трехчасовой концерт в одном городе, а потом через три области возвращаться, и на следующее утро надо быть как огурец, хотя бы маринованный в каком-то занятии. Это нагрузка, это большая работа. Значит, нужно иметь время, силы, здоровье, и какие-то тебе должна быть какая-то бытовая устроена. Но если человек переезжает в неизвестно куда, какое-то поле, начинает выживать, поднимать целену, друзья мои, это не так. И может быть, лучше нам оставаться вот здесь, в этой готовых квартирах, и хотя бы себя в 10 утра принести свое тело без опоздания на служение. Я себе говорю. Понимаете? Может быть, нам пока не надо вот это вот прыгать на 15 метров. Поэтому это как бы пример, лишь одна из тем пример того, как реагируют. Можно резкие движения могут привести, просто большим потерям. Я обиде потом. Что кто-то меня не предупредил, не договорился. Я вот, то сказать, вот эти адвентисты, вот они меня что-то какое-то подвели. Подвели, меня подвели? Да, вот мякута. Они меня подвели. Я не знаю. Мне кажется, опять же, мы начали с того, что есть важная сфера, важный огород под названием моя зона моей личной ответственности за мою жизнь. Я хочу, чтобы с этого мы четко старались. И никому, никому не передоручали эту тяжелую работу думать вместо меня. Потому что церкви нужны волонтеры. Конечно, кто откажется, если кто-то там выйдет вперед как комсомольцы, берусь в этом городе Лена основатель адвентистов ну кто скажет? Мы за тебя помолимся, брат. Иди, иди. Иди, если тянет к земле, то можно же купить просто дачный участок. И покопаться в летние месяцы, а зимой на три четверти года вернуться в местную общину и участвовать здесь в миссионерской работе, организовывать трансляции. Благодаря, чему мы это все делали здесь? Потому что здесь хорошо ловят мобильный интернет. Wi-Fi в центре Харькова мы не смогли поймать. Значит, на хуторе он не будет лучше. Не будет. Он лучше, чем он здесь в центре мегаполисы. Вот такое. Поэтому, как кажется, для того, чтобы переселяться вот куда-то и что-то там основать, нам нужно иметь для начала другой социальный состав наших общин. Для этого должны быть общины, похожие на то, что я встречал в миграции. Если здесь у нас почти нет вот этих молодых семей с детьми и готовым бизнесом, выгодным, понимаете, да, жизнеспособным, который человек готов перенести куда-то, например, про город и еще и что трудоустроить несколько событий. Вот это мне будет понятно. Вот это будет от 10 команды из 10 человек, которые говорят. Понимаете? Ну вот так вот, я сейчас, как вот в фильме «Коммунист», помните, пойду лично эти стволы, помните, чтобы там паровоз поехал. Ну героизм, он как бы, он либо для ограниченного количества людей, либо в течение короткого времени. «Коммунистом», да, а постоянно так вот, ну в таком ритме человек жить не может. Ведь не может. И если мы вот так начнем, это поставим как планку праведности, это в продолжении дискуссии о том, что можно или нет купаться в субботу на курорт, понимаете? на мой взгляд совершенно нетипичная ситуация и, к счастью, ну большинство наших суббот ну как-то и другие как-то. Да? Понимаете? То мы тут как бы, ну это ж трудно договориться. Итак, ищу ли я своего или божьего? Куда приведут мои наилучшие побуждения? Я еще, я не, заметьте, я ни у кого, ни о ком из упомянутых людей не сказал ничего плохого. Я даже не предполагаю плохого. Я уверен, что все это искреннейшие адвентисты, которые, возможно, гораздо праведнее меня. Может быть, я не верующий, но моя задача вот вам как есть открыто представить вам свои соображения. То, как я думаю о себе сейчас тоже. Я никакого толмуда для церкви не пишу. И мне кажется, что этот вопрос один из тех, где пренебречь подготовкой означает заложить для такого ежа, если не бомбу, своим детям за которую никто потом за эти последствия не то, что не захочет, не сможет взять ответы. Не сможет. Скажет, друг, дорогой, при всем уважении, ну, где мы тебе квартиру возьмем? Ведей. А тем более, вот там, там и там, вот я хочу к детям поближе, а я уехал, а что ж, а, вот, зато везет время, пока я цены изменили оттуда. Кто? Кто ж? Что станет с моей верой? Я веду слово Божье в свое мнение или слуха. Разобраться в этом цель нашего цикла 50 под названием «Критическое мышление». «Критическое мышление»